Благодарим Тебя, Христе Божий наш, Вегко насытилась и наземных Твоих благ, Не решила все небесного Твоего Царствия, Вегко посадил чьихов, Тебя пришелся и спаси, Мест дай я им, приди к нам и спаси нас, Аминь. Аминь. Слава Цвейсида и Святому Духу, Ныне пресне и вовеки и веково, Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови Замоли ты, Присчистай Твою Матерь, И всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Аминь. Боже милостью будни и грешим, На садам я, Господи помилуй меня, Бесчислависы грешил Господи, Прости мне грешен, помилуй и благослови. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. я немножко хочу сказать о том что воскресенье да нет не знаю даже где-то очень похожи с этого направления так он был такой волков рубил виталий не успел сказать рубану все сладко я порубил сапог и ногу разрубил инструмента данная рубить дрова не ноги некоторые размышления я спрошу сереже после этого как воскресенье я говорю о собаке краски кто тебе передал что там дома сказали что василиса попроще василиса что она сказала я грану как дома то разговор был ой да мы говорили не ходи она нас не послушалась лучше не ходи вы понимаете как там будут говорить про наши дела и поэтому ты не ходи а то даже страусом нельзя назвать наоборот там будут говорить про меня мне нужно из первых уст узнать и как это исправить совершенно не христианский подход даже нормальный человек так и мыслит а там статья про меня написано я эту статью разбирать по буквам буквально а правда это может потерять московский комсомолец на алтай написал 47 и несправедливости было и рисунки такие пакостные я позвонил редакцию не под каким фидеев написал а курдюма при сумке сделал я подал в суд а их не возьмешь никак у них головное управление в москве а я должен быть там а живут они здесь прописаны а зарегистрирована местная региональная газета в горном алтаре я посоветовал со юристами да не говорит он работал у нас брат прокуратуры на 7 разговаривать на руки в карманах держи кулаки зажми чтобы их не съездить нахальные подлые циничные развратные все это московский комсомолец а теперь теперь они обязаны показать туда вызвать отсюда суд начался суд вырешил мою пользу 3000 если бы это был лужков вырешили бы 300 тысяч козявка тут это учитывают я не согласился подал на пересут и отдали другому суде и он уже решил иначе рисунок прямо связан с этим а нарисовали черт стоит кандалы держит там плеть в руке у них вверху ним община игнатия лапкина никакого лапкина отношения к нечистой силе суд вынес не имеет а то зарегистрировано в общество вообще на русской православной церкви за границей книги для слова божия тут все есть и наконец их потянули всех а теперь главная это виновная идея отвечает там центральная центральный суд вынес решение заплатить они не платят я сразу раз прокуратуру москвы прокуратура быстро с реагировала все если в в течение 10 дней лапкину не будет выплачено присужденное судом конфискуется там арестовывается имущество и здание где они находятся то дружуя у меня квитанцы идите получите деньги то есть законным путем они и по-другому никак нельзя говорить вот они так решили вывод должен быть один ты узнала да других претензий к нам не было я была должна была когда пришла услышала все зря вы не примели какая красивая собачка она бы сгладила в самоку не пошли то есть у нас нигде не идут на разговор не идут на запись не согласны темное дело темная лошадка и я размышляю с чем это связано связано с гибелью сына недавно до этого их собака большая я не знаю какой она породы без породы была она на снимках осталась ну как ураган по росту где-то вот это собака забралась сорвалась ли как клюби минаем и там подушила птицу а раз она окусила крови бесполезно перед этим у барабаша тоже сорвался и задушил ягненка это еще уже не сделать это ну игорь вывел его там где-то расстрелял и все это тоже чем сказал ему расстрел с самого его заставили или хотели но я так слышал на что же я оси говорит вот твоя собака сам бери ружье и и стреляй а оси говорит ну как я друга своего убью у меня было такое с кошкой связано она болеет не цельно и уже ходить не может только это попросил другого человека убрать ее понятно даже внутренне ну цепляют же приносит тут еще такого нет ну а куда труп этот таскать вот это лежит я каждый день я говорю выздоравливай иначе ты с нами не уедешь кого-то придется абсолютно она не может задом шевелить даже все засохло на ней и прочее то есть нужно всегда правильно и делать выводы не бояться ничего если ты боишься талант не может развиться дух дышит где хочет он свободен где дух господен там свобода где дух господен а раз это не свободы духа божий нет это дух злобу подозрительности и что так не разрушает дружбу златого взгляд как подозрительность я как-то ходил там пас жени коров я пошел поговорить по душам так все мы поговорим и вместе помолились я вернулся а тут матушка на все время против что фотографировали мама аликина-то она фотографировала хватило аппарат хватало я пришел вышли и матушкой туго иди сюда и стал делаешь чё ты думала еще не придумала а чё она так в это время как я только поговорил до обеда еще я уже здесь же не идет проходит мимо ну что вам тут впаривает только сейчас молились и просили прощения с чем обидели как попросам ничего нет там завал завал злобу дикой а что он вам тут впаривает тут теща стоит моя жена я слышал мне говорят это как понимать ничего христианского там даже духу нет нет по нашим правилам больше года не исповедуется должен стать соглашаться не связано своими делами он станет здесь батюшка не идет дальше неправильно закон для всех закон понятно я говорю не смущает об этом а теперь а зачем кошку принесли затем принес показать а как это действует больше чем мои слова показали какая кошка и какая зачем ущера тот у которого волосы изнасилована зачем разрезал я все думаю какая счастья жду глаз они не узнают голова предплечье обязательно отдельно грудью он пасал 12 колен было ли такое в израиле почему люди так пахнули а что такое ну сейчас женщины которые засиловали она в горла на пороге дома надо реально показать реально пророки делали да у нас стены крепкие русалима и имеют я вам сегодня покажу собрались он берет там мотыгу видимо ну а сама на этом или какие-то дома-то были он и оттуда проламывает какой-то там мешочек сзади глаза закрыл и вылазит без пыли конечно да что это такое вот так будет с юру салимом и салим салят а слепят и он выскочит ну книга еремия показывает они проламывать стену и выходят я показал осада города так что наглядно осталось и в новом завете святые отцы очень часто прибегали наглядности помните один пророк подошел и говорит бей меня а что я тебя буду бить я сказал бей меня бей вот тогда знаете что дальше было вот так и так будет и будет с тобой тебе было сказано пророк или сей говорит победу одержишь бей стрелой в землю взял стрелой два раза эх ты два раза только ударил надо было 22 раза ударит а столько побед было бы так ты бы сразу сказал я тебе сказал бей пока не останавливаюсь спорить не надо ему видя маленький вот это ну что кошка там о чем разговор но она выявила очень многое почему то что дорого мне это дорого вчера приехал депутат а он не каждый день приезжает на мне каждую неделю не каждый месяц не каждый год и не каждое десятилетие а тут его избирать куда-то будут и но какие тут голоса то три человека эти не поймут может быть но он приехал теперь будет говорить я видел знаю а ехали то они по трассе это туда поехали буканку больше тридцати километров а я говорю мы теперь сделали вот только за эти вот сказал я и что дальше все на этом заглохло а я думаю шапер понял или не понял как только они сели в эту машинешку свою я скорее на велосипед и вот сюда вот как нам идти на пирс тут топоря стоят у глушкова в конце огорода и там всю трассу все видать в лежу едут вот они спускаются к первому мостику а я давай молиться господа пронесло бы их хоть как то если одна ведущая да он испугается он вернется назад лежу вылезли на той стороне ночью там они как по асфальту прошли дальше спускается на второй мостик то я опять молюсь господи только бы он это не испугался там в непогоду кто-то ехал все застыл этот кривой след то лежу там вылезли теперь они дошли до поля повернули и дальше уже ну прям рядом высоковольтные на кончину 15 километров всего кто поехал туда никто не поехал никто не пойдет а почему то мои детище я туда слишком многое вложил и признав тебе и он вполне может сказать не зря вчера дважды или даже трижды я говорил ну я вас отрываю от работы то ладно уже я вас отрываю от работы я спрашивал почему он это говорил отрываю первую очередь поверь мне что он говорил это верим это то есть они видят ролики видят чтобы с утра до вечера раб на галерах как путин сказал я сегодня опровержение давал у меня в книге это есть это я раб на галерах а не вы вы на охоте в туре охотитесь я нигде не бываю и показал ему вот так и здесь он может теперь другим сказать вот деньги бюджете нет мы ничего не можем делать у людей ничего нет ни бюджета ни рубля нету а что сделали то посмотрите какая дамба то она чуть ли в два раза выше стала первый мостик проходным сколько с ним бились а теперь и вода проходит ее задержать нельзя а раз мы не можем никуда обвезти а проезжать надо мост строить на мост нужны деньги умения и технику большую не выреждано аж 15 и 17 тонной топтал 17 тонны может пройти вот это и хорошо что он приехал я говорю одно слово запомните школа а йома него с цепочкой наверно крестик там внутри молиться будем чтобы вы не забыли школа нам больше ничего не говорим почти нам ничего не надо почему ничего нету вспомнишь тихий дон там все на фронт ушли деда грешака оставили а к его пришли дед сдавай свои полномочия он полез достал какие-то там бумаги печать ударил пыль до потолка больше ничего сынок нету ладно старый хрен и не отсюда все ничего нету все ушли на фронт так и здесь батюшка приехал а председатель совета только два ящика что ли водки держу город на случай свадьбы то есть споить молодых ничего нету ни рубля и приезжал тогда был первый секретарь мамонтовского райкома партии кпсс куфаев он сейчас в тюрьме сидит и он после говорил вот я видел для лагеря и все для лагеря сделано и качели и ни рубля никого не просят почему у нас дай 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 ну где же я возьму-то когда нет ничего дороги нет по помареньку продвигаемся вперед если на этой неделе привезут щели то мы разгладим дорогу потеряем кинул сразу изменится и тем более они тут видят с прудами много работы очень много так слушаю вчера виктор фенда приезжал за собакой корчено я буду езжай по той дороге по короткой да он туда доехал звонит мне так бегает сворачивать мне скажи там ведь много в дорог указательно нету я бы я там ни разу еще не ездил я не на ракута да да вот там он по столбам проехал ему надо потерять потерять увидит а на какую дорогу взять и поехать и поставить поехал тупик где-то куда-то надо поставить взять лопату сделать сейчас машину свои выгони вместе давайте поедем вдвоем да потому что я там ни разу тоже нет еще там надо указатель сделать увидим указателя поставлю меня бери и поехали коля поедешь нами вот пускай все знает может потом жить тут будешь он до рыбачивания что-то коля как хорошо что-то осталось я дроба ты могли остаться сколько мы утренние размышления вчерашняя работа закончена быстро час будет ну что вам не хватает татьяна все хватает благословен только молитесь я завтра просто уже там или что-то печь буду там помолиться но мы тоже помолимся с утра пораньше везде просят помолиться там больное помените хотя только поговорили он лежит совсем плохо трубку положил легче легче стал пошел не то что там наша молитва что бог но мы его пьем обязательно мы помолимся так что вы тогда двое пока идите значит нам нужно с собой что взять сейчас я лопату натащу одну вот эту надпись которая у барабашей стоит она стоит у него на гараже навалилась видел потеряем потеряем и мы там только установим там и все но надо видимо промазать здесь основание а там разве деревянный столбушок а там раз деревянный столбушок а какой не знаю деревянный конечно значит нужно его пожелательно было бы промазать ну завернуть бумагу чтобы на тебя не не капнул то у тебя как будто есть что-то нет а как тогда у меня сиденья складывается вы впереди сядете а я могу это можно на романовской это можно на что там уже какую-то железяку которые закопать и которые привязать проволоки алюмией проволоками отруби что они в один день там упадет ему маленький его заглубим дальше он будет держать за этот за штырь надо посмотреть как от обрывок трубы или чего-то как-то вот такое утро сегодня у нас вот прикрывай когда позеваешь ну все походим 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 спасибо